всем привет сейчас выехал по работе нужно заехать два места это на почту и банк предлагаю со мной вместе прогуляться вообще у нас объявлено штормовое предупреждение тропический шторм это который периодически переквалифицируется ураган первой категории и обратно должен был двигаться почти на нас как тут буквально там вчера еще был как-то ближе до этого траектория на нас была направлена сейчас вообще не непонятно какой-то крюк он описывает и ну и от тропического шторма так таковых каких-то последствий не то что даже пока наверно уже все связано с этим с этой мы наверное увидим единственно что предыдущие дни было много дождя вчера весь день дождь лил сегодня ночью всю ночь дождь шел но и был сильный ветер на всякий случай из заднего двора все убрали чтобы ничего там никуда не унесло потому что был такой порывистый сильный ветер но какого-то что-то такого сверх естественного не было все очень обыкновенные просто мы я помню года три наверно назад был ураган ирма вот мы застали такой сильный ураган то есть мы присутствовали уже соединенных штатах он нас коснулся я может быть не в самом эпицентре но в окраине действительно наблюдал как это все выглядит сейчас вот я подъехал к почтовому отделению потом после почты продолжу рассказ про ураган ирма но все никак не могу определиться где здесь почтовое отделение уже вторая попытка у нас здесь на apple все заехать что в отделении и на этот раз тоже я я приехал по режиму работы почему-то на работа до трех час время пол третьего сейчас сюда тоже подъезжаю и здесь написано что только для авторизованного транспорта здесь вообще непонятно как это работает сейчас буду искать следующий почтовое отделение может и режим работы там не до трех а попозже едем дальше сейчас еду на другой адрес может на следующем адресе везет с почтовым отделением можно в конце концов определиться где у нас здесь нормальное почтовое отделение чтобы в него ездить потому что там где мы жили до этого у нас всегда было нормально удобное отделение почтовое которое находится рядышком с нашим домом ну как сказать рядышком близко сейчас мне ехать здесь 1 1 и 3 мили посмотрим какое отделение будет там он наконец-то отделение довольно таки уютная сделал все что нужно вот еще купил марки не нужно периодически отправлять письма по всем штатам соответственно здесь 20 марок принципе на одно письмо по одной марки то есть можно отправить любую точку сша стоит 11 долларов эти 20 марок ну вот дальше еду сторону банка по дороге расскажу про ураган гирма вообще к текущему к текущей непогоде у нас все что-то как-то запугивали всякие алерты приходили по поводу этого тропического шторма вчера звонили со школы и сказали что понедельник сегодня школа работать не будет детей не отправлять и что в понедельник они позвонят по поводу вторника будет ли работать школа во вторник вот сейчас как раз они позвонили и сообщили о том что все порядке школы теперь открывается и работают в обычном режиме вот то есть вернемся к урагану гирма если мне память не изменяет это было в 2017 году мы буквально жили сша несколько месяцев чуть больше полугода и это наш был первый ураган и сразу такой мощный мы в этот момент проживали в районе тампо бэй это город palm harbour и так получалось что мы находились зоне подтопления была такая угроза того что с рядышком был канал и была угроза того что ураган нас еще не только ветром пройдется на еще и под топят вот больше всего наверное вот опасение было как раз таки за машину не хотелось иметь какие-то дополнительные проблемы если все это чтобы было бы залито водой изначально ирма двигалась в аккуратно тампу даже не на тампу она palm harbour именно там где мы проживали и в последний момент но вообще во первых перед этим что происходило я выезжал на улице улице были совершенно пустые магазины были заколочены заправки завернуты стретч пленкой чтобы все 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 было что как апокалипсис не души на улице не машин все разъехались все кто мог уехал куда подальше в другие штаты выстроилась очередь на выезде очень большая выглядело это так особенно для первого урагана очень очень даже ничего мы жили в тот момент в комплексе и общались с менеджером этого комплекса с тимом который как раз таки которым в котором мы и заключали контракт на жилье накануне урагана мы его спрашиваем как что с ураганом то ну как человека который здесь живет побольше чем мы куда-то уезжать будете или что он говорит нет никуда уезжать не буду все нормально вот утром накануне урагана я увидел его как раз соседнем недалеко в соседнем здании жил увидел его как он в багажник запихивают все свои вещи и выезжает вот вот такая вот картина когда менеджер говорит одно а ты увидишь как он бежит это выглядит еще интереснее ладно то есть в итоге что мы решили под самый конец когда уже через меньше ну через час меньше чем через час должны перекрыть все дороги выездов потому что сильный ветер ураган движется и уже просто по дорогам ездить становится опасно на небе выглядит тоже все довольно таки зловеще черное небо которое как как мне кажется немного закручивается такой выглядит принципе все очень даже эпично как фильмах последний час мы решаем все таки свалить далеко свалить мы не сможем конечно же за это время и супруга бронирует отель в орландо что хорошо что этот отель по крайней мере каменный вот это тоже недалеко но здание более прочная не так как у нас каркасник и по крайней мере есть паркинг нормальный и не в зоне подтопления так что и для машины это будет тоже хорошо последний час мы стартуем на дорогах никого уже сильный ветер машину периодически перекидывается полосы в полосу потому что ветер боковой дорогах изредка только встречаются на перекрестках полицейские машины и все других таких как мы нету самые последние все-таки мы доехали в орландо и ураган сменил свою траекторию он не пошел на палм-харбор а он пошел как раз в аккурат посередине между орландо и палм-харбор погнался за нами наверно ураган мы встречали ночью я выходил еще на улицу посмотреть как это все выглядит идет сильный дождь и ветер загибает прям деревья хотя в принципе как я говорю мы были не в самом эпицентре а довольно таки в стороне и ураган который разгонялся до пятой категории он уже в момент когда проходил мимо нас он уже опустился до первой категории ну или что-то между второй и первой очень хороший пошел ветер ну ладно все на утро мы вышли когда из отеля было много загнутых знаков навалялись деревья поломанные пальмы даже около нашей машины буквально там в нескольких метрах сломана была пальма пополам вот когда мы возвращались обратно тоже видели вдоль дороги валялась фура на боку но она не на дороге она изначально была в стороне от дороги припаркована вот ее ветер уронил также валялись некоторые такие большие билборды деревья были заломаны когда мы вернулись обратно полкарбор вообще это расстояние между орландо и палм-харбором вот по крайней мере между началом орландо где у нас и был отель это буквально там 100 миль когда мы приехали полкарбор тоже много пальм было сломано но что удивило у нас там на столбах на некоторых были гнезда гнезда орлов им специально делают знаете такую старую параболическую антенну переворачивает и крепит на самую верхушку столба фонарного чтобы им там легко было загнездится так вот периодически мы этих орлов там видим видим даже иногда видели даже иногда птенцов как они подлетают кормят хоть это и высоко но видно когда они уже начинают немножко вылазить и что странно вот в этих параболических антеннах у них там они траву натаскивают все это как-то склеивают все эти гнезда целы их ветром даже не снесло вот это удивило конечно у нас еще наверное какой фактор был из-за чего правильно что мы уехали два дня не было света вот это точно это два дня где-то были поломаны столбы электрические и свет отключили пока все это восстановили прошло где-то два дня еще что заметили мы когда приехали домой ну еще заведение не все были открыты но открылся макдональдс и на драйв-фру то есть вот эта очередь на машинах выстроилась очень большая я не знаю какой она длины все проголодались и кинулись в макдональдс вот так на это конечно же не ураган после ирмы в принципе ураганов так таковых не было по крайней мере в наших районах где мы проживали и проживаем они как-то всегда стороной и больше всего последнее время досталось нового урлеану особенно в этом году в этом году нам тоже обещали много ураганов что хорошо еще с ураганами нас не знаю всегда знакомые друзья спрашивают не боитесь жить во флориде ведь там очень много ураганов но ураган это вещь такая это не землетрясение как в калифорнии может случиться хотя не скрою что калифорнии мы периодически подумываем и раньше подумывали и вообще хотели изначально калифорнию ехать но ураган чем хорош что его отслеживать можно заранее предупреждают заранее обо всем этом продукты конечно же люди скупают тоже заранее воду все скупает ну все такие вещи которые могут пригодиться также скупают спасательные жилеты у меня видел волмарте всякие фонарики батарейки все это скупается я не удивлюсь что много из этого возвращается буквально сразу после урагана обратно в магазин за ненадобностью вот так что ураган он его траектории известно можно мониторить его за несколько дней и движение урагана хоть у него ветер сильный но он же двигается сам по себе довольно таки медленно и в принципе на машине всегда от него можно уехать даже если ты понимаешь что он двигается на тебя то самое главное иметь бензин вот с бензином были перебои но порыская по городу вот как раз таки накануне урагана я все-таки нашел заправку который работал пусть там был самый дорогой бензин но полный бак я заправил теперь когда уже выработал с привычкой теперь когда что-то там начинается нарисовывать вырисовывается похоже на ураган мы конечно же стараемся в машине держать полный бак бензина и стараемся купить побольше воды потому что могут отключить электричество отключить подачу воды все что угодно и чтобы хотя бы вода ну и какие-то конечно продукты которые могут пригодиться так стараемся запасаться в эти моменты ну вот я вроде подъехал к чейсу сейчас заскочу еще в честь кое-что сделаю и поедем дальше а вот с банком все получилось без результата на двери написано что временно измененные часы работает с 9 до 5 в том числе понедельник с понедельника по пятницу сейчас время три часа с копейками но отделение банка в итоге по факту не работает банкомат открыт а дальше все закрыто большой большой дверью и никого нету возможно это тоже последствия так называемого урагана тропического шторма и они решили сегодня закрыться хотя никакого предупреждения на здании нету так что наверное поисков банка откладывается на завтра я решил не сдаваться и поехал еще в другое отделение чейса проехал 4 мили ситуация такая же точности банкомат работает остальное все закрыто более того вот я вам дальше покажу что внутри они перегородили под дверьми ну чтобы вода не затекала на случай чего так что через сегодня прячется от урагана которого нету придется откладывать поездку в банк на завтра но на сегодня все всего хорошего пока увидимся завтра Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...